Руководители Евросоюза призвали Китай активно продемонстрировать свою приверженность восстановлению всеобщего мира. Они не хотят, чтобы Пекин стал на сторону Москвы в ее конфликте с Киевом или продавал ей товары из санкционного списка, запрещенные к экспорту в Россию. А Китай попросил не вмешиваться в его внутренние дела. Таковы основные итоги виртуального саммита ЕСКНР. Китай имеет влияние на Россию, поэтому мы ожидаем, что он возьмет на себя ответственность за прекращение войны с Украиной и что Россия вернется к мирным переговорным решениям, сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Мы ожидаем, что Китай, если не поддержит санкции, то по меньшей мере сделает все, чтобы не вмешиваться никаким образом. Но китайская сторона во главе с премьер-министром Ли Ке Цианем выразила стремление к развитию экономического сотрудничества с Россией. Ее европейские собеседники поставили под сомнение надежность такого партнерства, учитывая использование России и своих энергоносителей в политических целях. Сотрудник Центра европейской политики считает, что Китаю будет опасно заменить Европу в качестве ведущего получателя российских нефти и газа. «Большой урок нынешней войны заключается в том, что делать бизнес со странами, не разделяющими ваши ценности, но ставящими вас к себе в зависимость, может обойтись вам очень дорого», — сказал Рикардо Борхес-Дзе Кастро. «Поэтому, я думаю, многие европейцы, общественное мнение и руководство могут осознать необходимость переосмыслить наши отношения с Китаем и даже, возможно, поставить под вопрос идею о том, что он является партнером, конкурентом и соперником». Ближе к концу переговора в пятницу по видеосвязи к ним подключился председатель КНР Си Цзиньпин. Саммит завершился без совместного заявления. Брюссель и Пекин по-прежнему придерживаются очень разных взглядов, хотя они хотят вместе укреплять глобальную стабильность.